Начало лета ознаменовалось сильными ливневыми дождями. Некоторые участки на дорогах сильно подтапливаются, что, несомненно, приносит большие неудобства гражданам. Тем не менее, городские службы заверяют, что все необходимые для поддержания нормального функционирования ливневых канализаций работы проводятся регулярно. Обслуживанием ливневой канализации, согласно действующему муниципальному контракту, у нас занимается подрядная организация, которая в течение года занимается гидропромывкой ливневой канализации, очисткой дождеприемных колодцев, ремонтом дождеприемных колодцев, откачкой ливневых сточных вод. Эта работа ведется ежедневно. Сложные территории есть, признают в управлении благоустройства. К примеру, на улице Семинарской ливневая канализация отсутствует вообще. Сделать ее будет возможно лишь при выделении соответствующих средств. А пока приходится справляться с затоплением, каждый раз откачивая воду. Кроме того, для улучшения ситуации на базе подрядной организации создана аварийная служба, круглосуточная, которая следит за проблемными участками в городе, на которых возможны подтопления. Кроме того, проводятся ежедневные обходы проблемных участков ливневой канализации и в случае необходимости выполняется откачка или ремонт инфраструктуры. Те самые проблемные территории хорошо знакомы каждому рязанцу. И каждый житель города знает квест «Попробуй перейти дорогу после дождя». Ситуация, сложившаяся годами, между тем медленно, но движется к улучшениям. В 2019 году были произведены работы по реконструкции и строительству ливневого коллектора в районе Нижнего городского сада на улице Свободы, который был совмещен с ремонтом дорожной сети на Свободе, что позволило в некоторой степени улучшить ситуацию с отводом вод поверхностных в районе перекрестка Вознесенского и улицы Ленина напротив торгового центра «Атрон». Работы по сооружению ливневых канализаций идут, к примеру, на улице Трудовой. И вскоре одним проблемным местом станет меньше. А каждый дождь не будет заканчиваться потопом. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».